Приветствую! Значит, обещанный мой ролик, что нужно для занятий дома. Если у вас есть желание заниматься, то нужно будет иметь подвес, не важно какой, там на карабине, на чем угодно, и нужно будет иметь грушу. Боксерская груша, у нас она большая. Почему именно груша нужна, объясняю. Дело в том, что по грушу можно наносить все типы ударов, которые используются в рамках кулачного убоя. Ну, скажем так, в нашей версии. В нашей версии кулачного убоя их много. Что еще потребуется? Это снарядные перчатки. Вот так они выглядят. Вот такие вот они. Тоже вещь весьма полезная. Они бывают кожаные, бывают из кожзама, всякие разные. Качество у них примерно одинаковое у всех производителей, то есть отсутствующее. То есть это расходный материал, к сожалению, они долго не держатся. Вот они рвутся по всем шваммам обычно. Ну, соответственно, из кожзаменителя рвутся быстрее гораздо, а кожаные чуть помятные. Итак, нужно подбирать по размеру вот эту штуку, по размеру руки, естественно, то есть перемирять и так далее, чтобы свободно рука кулачу сжималась. Значит, вес груши, желательно все-таки брать грушу потяжелее. Почему? Потому что в условиях домашних тренировок, там где подразумевается нанесение ударов не только руками, но и ногами, лучше все-таки грушу иметь потяжелее. Это для того, чтобы она не очень сильно раскачивалась. То есть, чтобы можно было позволить себе наносить удары вот такого свойства. Ну, удар сейчас был достаточно резкий, сильный, но, видите, раскачивается незначительно. Почему? Потому что вот конкретно в этой груши больше 30 килограммов. Вот. Если груша легкая, то придется либо убавлять силу удара, либо... ну, то есть, бить не в полную силу, а это плохо. То есть, это порочное формирование удара. Лучше все-таки бить так, чтобы можно было потом рассчитывать на свои навыки в случае применения их. Итак, значит, нанесение ударов по груши. Опять же, вот это прямые. Выставляется это все достаточно долго. Это непросто. Там надо из положения ног следить и так далее и так далее. То есть, если вы рассчитываете на моментальные какие-то эффекты, я вынужден вас разочаровать, моментальных эффектов никаких не будет. Особенно с учетом временного лага, по которому мы будем делать работу над ошибками и записывание следующих уроков. Вот. То есть, время какое-то уйдет. Соответственно, чем больше уходит времени, тем больше уходит денег. То есть, это тоже надо сознавать. Ну и дальше, соответственно, вот эти перчатки, они тренировочные. Бывают случаи, когда снарядные перчатки не дают нужного эффекта, а дают какие-то побочные эффекты. То есть, например, руки начинают болеть, с непривычки в особенности. Тогда с неизбежностью настаёт, так сказать, следующая проблема встает перед нами. Нужно будет купить боксерские перчатки. Вот эти дешевенькие, из кожзама. Они там, не знаю, сколько они там. Тысячу, наверное, стоят. Но это не важно. Для того, чтобы просто предохранить руку, они из пенорезины сделаны и можно бить достаточно бодро. У них и рука при этом страдать не будет. То есть, я бы рекомендовал обзавестись вот минимум для того, чтобы вы могли заниматься дома. Это мешок не легче 20 килограммов. Не легче. Тяжелее можно, легче не нужно. Ну, соответственно, крепление к потолку, анкерный болт или еще что-то. Ну, если потолки, например, натяжные или какие-то другие декоративные, то уже здесь проблема. Придётся делать подвес. Подвесы продаются тоже всякие разные, но достаточно дорого стоят. Подвес, который крепится к стене. То есть, всё зависит от того, насколько ваши намерения серьёзные и сколько вы в состоянии потратить на это средство. Здесь уже можно не экономить, то есть, достаточно хорошо грасить удар именно вот этой пенорезиной и можно жестко как следует бить. Значит, что мы можем делать в домашних условиях? Мы можем отрабатывать удары руками. Можем отрабатывать удары ногами и сочетание ударов руками и ногами. То есть, ну, например, у меня... Вы не первый человек, который тренируется по таким программам. Вот, он всё отрывается. У меня достаточно большой опыт уже. То есть, одного человека я тренирую третий год уже. Уже учебник имеется в виду год. То есть, он летом на каникулах, уходит в отпуск, уезжает из семьи. Вот, он живёт на крайнем севере, поэтому мы... А я жил в Саратов. И, соответственно, встречаться нам как-то не очень возможно. Особенно ему летать из Нового Уренгоя в Саратов на тренировки, я думаю, дороговато. Соответственно, есть относительно дешёвый способ позаниматься. И это дистанционно. Научился человек бить руками и ногами. Хороший у него кондиции жёсткий. То есть, он бьёт и по груши. Потом, по-моему, на второй учебный сезон, да, на второй же учебный сезон, мы купим ещё мешок. То есть, мы кроме груши бьём ещё по мешку. Потому что, если наносить различные удары ногами ниже пояса, то нужен всё-таки мешок и с определённой возможностью регулировать высоту его. Вот. Но на первых порах будет достаточно груш. Волокар-канапе подешевле немного, длинного мешка. Ну и так в целом. Больше возможностей. Объясню почему. То есть, можно бить снизу, можно бить сверху, прямые можно бить и наносить боковые удары. То есть, всю самую простую линейку ударов мы можем выполнять. Ну и плюс наши там всякие разные удары на отпуск. Достаточно сильные. В боксе они запрещены. Мы их используем. Ну и плюс удары ногами. То есть, начиная от ударов коленями, можно в прыжке бить, можно наносить удары из стойки различного боковой, можно бить снизу или в дальние ноги. То есть, подпрыгивать не обязательно, хотя тоже можно. Всё зависит от того, насколько вы стремитесь освоить технику, в каких режимах. Ну и сочетание соответственно. То есть, если мы выполняем, я медленно покажу, удар ногой, можем провести серию, серию возближений. Либо, если мы бьем ногой с возвратом, то мы можем атаковать руками пизду. Что еще нужно? Прямо самый-самый минимальный набор. То есть, два вида перчаток. Снарядные и боксерские. И нужны будут легкие гантельки. Такие вот. Для того, чтобы выполнять всякие разные задания, которые так или иначе будут пересекаться в рамках специальной физической подготовки с нашими упражнениями. Ну вот, как раз вам для затравки, для понимания, ролик я записываю. Вот это, чтобы вы ориентировались уже, чтобы нам вести с вами предмет для разговора в дальнейшем. До свидания, до связи.